О реакции Запада на действия ФСБ и вообще новое расследование мы сейчас спросим у Сергея Мигдалия. Сергей, бывший офицер-оперативник Международного управления полиции Израиля. Сергей, здравствуйте. Сергей, слышите ли вы студию? Да, здравствуйте, добрый вечер. Да, слышите, отлично. Сергей, ну вот тот факт, что нам всем благодаря расследованию стали известны эти факты, это результат грубых ошибок и просчетов российских спецслужб? Это, во-первых, результат неплохой, кропотливой работы тех, кто это расследовал сейчас. Им нужно сказать спасибо. Я бы не спешил обвинять в данном случае, скажем, ФСБ, спецслужбы России в плохой работе, хотя там есть разные уровни и разные плюсы и минусы, и разные оценки, которые можно им дать. И многое из того, что произошло, объясняется, конечно, тем смелым новым миром, в котором мы живем. А, то есть это просто мы живем вот в той реальности, где, в принципе, уже ничего скрыть невозможно, даже спецслужбам. Да, совершенно верно. Почти ничего. И это становится все тяжелее и тяжелее для спецслужб с каждым годом. Вся та вот сфера, вся эта самая жизненная среда, в которой они работают, и то, что раньше было относительно легко скрывать, теперь стало очень трудно или почти невозможно. И я как бы могу привести достаточно релевантный и знаменитый пример. Это ликвидация израильской внешней разведкой МОСАД, ее спецназовцами, заместителя главы ХАМАСа в Дубае несколько лет назад. По-моему, это было около 10 лет назад, ну, по иностранным источникам. И он, естественно, больше уже не среди живых, но после этого дубайская полиция провела очень активные расследования и с помощью вот как раз всех камер наружного наблюдения и лингов телефона сумела практически полностью создать картину того, что произошло, и выявить всех членов группы. Но не их настоящие имена и фамилии, потому что они все были с поддельными американскими, британскими, канадскими и так далее паспортами там. И некоторые с усами и с бородами. Тем не менее, это как бы вызвало большой резонанс. Единственная разница, надо сказать, была, что как бы с точки зрения результата, если действительно операция МОСАДА, то как бы свои цели достигли. И зам главы МОСАДА, который был ответственен за связь с Ираном и за Кубку, в общем, отправился в мир иной в тот день. Но все остальное, и это вызвало, в общем, проблемы в свое время для Ирана. То есть вы хотите сказать, что, в принципе, такое во всем мире бывает? Конечно, совершенно ясно известный случай, когда несколько уже спецслужб на такое натыкались. В том числе и ЦРУ, например. Не так давно мы слышали про арест одной работницы ЦРУ в Португалии, которая обвиняет в причастности похищения одного египетского исламиста в Италии. Во время той самой разгара войны террора, которую объявил президент Буш-младший. И она работала, естественно, в посольстве. И после этого полиция Италии, поскольку тот человек у него был, он был легальный резидент Италии, провела очень серьезное расследование. И вот теми же самыми пользователями, способами, проверкой всех электронных средств, телевидения, CCTV, биллинга и прочего, повосстановили практически полную картину и поняли, кто за этим стоял и какие работники из отдела ЦРУ посольства в Риме были. Ну, эти все уехали, они в Америку, но они открыли уголовное дело и вот арестовали одну женщину из 19, против которой им предъявлено обвинение, потому что она португальского происхождения и поехала проведать свою маму в Португалию, пожилую и больную, где ее тут же поарестовали по заявке Италии. И сейчас она находится, ожидает суда, насколько я знаю, в Италии. Ее передали под домашним арестом, понимаете? То есть это все спецслужбы сталкиваются теперь с такой огромной проблемой в секретности своей работы. Понятно, спасибо за такую большую картину, которую вы представляете, но тем не менее хотелось бы вернуться в русло вот этого расследования. Вот вам как кажется, вот что должен делать глава государства после того, как выходит такое громкое расследование, где, в принципе, для большинства эти факты кажутся убедительными, особенно, когда глава этого государства или его подчиненные молчат больше суток и ничего не говорят. Вот что должен делать глава этого государства? Именно что должен делать глава государства или что будет делать президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин? Хорошо, давайте зададим вопрос конкретно, что будет делать Путин? Да, да. Ну, Владимир Владимирович Путин, у него, как у всякого, лидер есть свои достоинства и свои недостатки, но главное, что он, как вы знаете, сам бывший офицер Светслужб Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР. И, будучи таковым, он, во-первых, предпочитает сохранять максимальную секретность, никогда не рассказывать того, что было на самом деле, а поскольку он еще не просто бывший офицер КГБ, а еще ленинградец, он, как известно, владеет искусством питерского стеба. Ну, я тоже родился в Ленинграде, поэтому этот язык понимаю хорошо. И в таких случаях 99% предпочитает отшучиваться. Если так более серьезно отвечать на вас вопрос, что должен делать лидер государства, поскольку речь идет почти о самом сокровенном работе спецслужб, лидер государства почти любого старается от этой темы уйти максимально, да, не трогать его самому, передать ответы на ней каким-нибудь пресс-секретарям, которые умело прессу пытаются затереть им чему-нибудь глаза и не дать никакого серьезного ответа на эти вопросы, потому что он совершенно не будет, это не только Путин, но любой другой лидер не стал бы отвечать. И снова я, поскольку просто работал в соответствующих израильских службах в течение 15 лет, много, я знаю, что в любом случае, если происходит какая-то вот такая накладка в работе внешней разведки, например, то любые объяснения, которые кому-то надо давать, дает премьер-министр, например, или глава МОСАДа на уровне главы службы внешней разведки той страны, где это произошло, или на уровне премьер-министров и президентов. И уж точно не отчитывается перед прессой ответы обычно в офисе премьер-министра. Но тут аккурат пресс-конференция у Путина. Да, но комент. Да, тут аккурат пресс-конференция у Путина будет. Сергей Мегдар, спасибо вам большое, что были с нами. Бывший офицер-оперативник Международного управления полиции Израиля. Спасибо. Спасибо большое. До свидания.